Подходит к своему завершению рассмотрение уголовного дела по обвинению Андрюшенко, Андрея Евгеньевича, получения взятки. Судебное решение об осуждении за коррупционные преступления, поставленные должностных лиц, систематически освещаются федеральными и местными средствами массовой информации, за что мы отдельно, конечно, благодарны. Безусловно, широкая огласка и неизбежность наказания всеверно способствует сокращению числа недобросовестных чиновников желающих проявиться. Ну, как мы видим на примере нашего дела, некоторых это по-прежнему не останавливает. Хотелось бы отметить, что повышенная общественная опасность таких преступлений стоит даже не в размере полученной взятки, а в особом ставстве этих должностных лиц, ведь им поручено облюсти интересы общества и государства, защищая от любых неблагоприятных воздействий. Однако, получая взамен на определенный социальный пакет, некоторые чиновники, свою часть контракта не выполняют. Естественно, это вызывает совершенно справедливое возмущение рядовых граждан и законоверную оценку правоохранительных органов. Сегодня мы рассматриваем как раз одно из таких дел. Кратко приведу суд предъявленного Андрюшенко. Являясь руководителем управления Федеральной службы по натуре в сфере природопользования Пасаровской области, Андрюшенко период с 30 марта по 3 мая 2018 года получил в качестве взятки от генерального директора ООННК Саратов нефтегаздобычи Тарана 2 топливные карты, принадлежащие указанному ООН, зачисленные на их баланс денежными средствами в размере 53 тысяч рублей. В значительном размере для получения автомобильного топлива на заправочных станциях ТНК Росмех за счет средств ООННК Саратов нефтегаздобычи. Познаемое имущество Андрюшенко получило за способствование в силу занимаемого им должностного положения совершения действий в пользу представлений Тарана юридического лица на других должностных лиц управления Росприводнадзора Пасаровской области предъявление на нарушение под предстоящей проверки предприятия директора ООННК Саратов с целью смещения видов размера ответственности. В период с 3 мая по 25 сентября на автогод Андрюшенко по полученным топливным картам осуществил заправку автотранспортных средств топливом на заправочных станциях ТНК Росмех в личных целях на общественном сроке 3.537 рублей 17 копеек по значительному размеру. Противоправное действие Андрюшенко в коллекционном участии 2 статья 2.90 Уголовного кодекса Росмеха, как получение, должностного лица лично взятки в виде нового имущества за совершение действий в пользу предправляемого детскодательного лица и соносилу должностного положения, может способствовать указанным действиям в значительном размере. С учетом фактических обстоятельств дел и имеющихся материалов дел в доказательственной базе, полагаю, что указанная квалификация является верной. Являясь руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Пасаровской области, Андрюшенко получил предупредные карты за способственную смещению ответственности проверяемых указанных предприятий предприятий-завкодателя. С учетом круга должностных обязанностей Андрюшенко подсудимый имел возможность осуществлять указанное способственное. В соответствии с примечанием статья 2.90, значительным размером взятки признается сумма денег, стоимость, ценные бумаги, стоимость и нового имущества и услуг имущественного характера, превышающие 25 тысяч рублей. Подсудимый в своем случае совершение обменяемого преступления признан полностью ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Судебного разбирательства полагаю, что основания для удовлетворения по ходатайству страны защиты не имеются, так как условия, причисленные в главе 40 УК РФ, дело соблюдено. Помимо признательных указаний самого Андрюшенко, его виновность подтверждается собранным по делу доказательством и основания для признания их недопустимым и установленным. При файл вопросу о наказании подсудимого, хотелось бы отметить, что в соответствии с положением статьи 6.60 УК РФ, при назначении наказания должны быть учтены характер, степень общественной опасности, в том числе обстоятельства, смельчающие и отечащие его наказание от влияния назначенного наказания на исправление сужденного и на условия жизни его семьи. Как установлено в прошлом судебном уседании, из исследований характеризующего материала, точно крайне не судим, работает директором жилье, положительно характеризуется память служительства и работу на учете врача-нарколога в седании СТАИ, как следует из документов является ветераном труда, почетным работником АЖКХ, РФСИН, вырожденник и множеством почетных граммов. В качестве смельчающих обстоятельств в соответствии с пунктом АЕК в части 1.61 УК РФ, в следующую часть его явку с повинной и неактивное способство раскрыть проследование преступления на добровольное размещение имущественного ущерба, причиненного у ННК Саратов, нефтегаздобычи, а также состояние его здоровья, наличие ряда хронических заболеваний. Обстоятельств отягчающих наказаний подсудимым не усмотрено, принимаемого вне моей характера фактические обстоятельства общественной опасности совершенного англичника в преступлении данные о его личности полагают, что исправление подсудимого, восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений возможно при назначении наказания в виде штрафа, совершение права занимать должность, связанное с осуществлением организационно-распределительных и административных хозяйственных полномочий на государственной службе и органов местного самоуправления. На основании должного прошу признать Андрюшенко Андрею Евгеньевичу Виному в совершении преступления в предусмотренном части 2 ст. 290 ГК Федерации назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 млн 500 тыс. рублей с решением права занимать должность, связанное с осуществлением организационно-распределительных и административных хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок требует меру пресечения Андрюшенко в виде подписки и принести уступление в законные силы о страде прежней цели обеспечения исполнения предупреждения. Продолжение следует... 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 который закон наказуем, но прошу тоже учесть, что моя явка исповинна, активное сотрудничество следствия, размещение ущерба, имущественное положение, медицинские характеристики и также рапорт участкового, который также меня положительно характеризует по месту жительства. На основании заложенного руководства ст. 37, 308, 309, 316 Главного процессуального кодекса РФ приговорил Андрюшенко Андрея Евгеньевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренном частью 2 ст. 290 Главного кодекса РФ, назначить им наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей с лишением права занимать должность в Многососударственной службе в органах местного самоуправления, предусматривающей выполнение организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций, а также функций представителя власти на срок 3 года. В соответствии со ст. 104, 1, 104, 2 Уголовного кодекса РФ конфисковать в Андрюшенко денежную сумму соответствующей размеру полученной им взятки 53 тысячи рублей, обратив данные денежные средства в собственность государства, арест, наложенный судебным восстановлением на имущество Андрюшенко. Автомобиль Toyota RAV4 2004 года выпуска нежилое задание сохранить до обращения к исполнению приговора в части взыскания по конфискации имущества и по штрафу, который обратит на указанное имущество при отсутствии добровольной оплаты Андрюшенко. По заявлению уполномоченного судебного пристава исполнителя для осуществления взыскания арест занимается без каких-либо дополнительных судебных решений. Меропричения Андрюшенко до вступления приговора законной силы оставить без заменения в виде подписки и не видеть о належащем поведении вещественных доказательств документы, находящиеся в камерах хранения вещественных доказательств СУСК РФ по Саратской области вернуть по принадлежности в органы и организации, в которых они были изъяты, 6 компактных дисков, находящиеся в камерах хранения вещественных доказательств СУСК РФ по Саратской области уничтожить. Приговор может быть обжалован традиционный порядок Саратской области в течение 10 суток со дня промозглашения. На наказание, назначенное судом, не сильно отличается, как по разному поливу, на то же, какое мы просили. Мы просили на штраф и также при годы решения проведения на должности административных 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 должностей. Суд практически назначен также на 1,6 миллиона и на 3,5 миллиона также решения проведения на должность административных правил. Понятно, что протокол будет изучать судебно-нанесенный приговор после того, как он будет выучить странам на юг eстопортов. И только после этого будет согласен решению на законы с административных 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 административных.